У нас также сегодня очень такой знаменательный день, потому что сегодня начало в Библийской школе. Я хотел попросить, что люди, которые будут учиться, пожалуйста, если вы можете выходить, мы помолимся за вас прямо сейчас. Те, которые будут учиться в Библийской школе, пожалуйста. Надо сюда, пожалуйста, да, спасибо, спасибо. Может быть, кто-то подумал и принял решение, что мне тоже это надо. Если ты подумал и принял решение, что это тебе, то надо, можешь выходить сейчас. А церковь можно стать, пожалуйста, но нетрудно. Мы упражняемся, встаем, садимся, садимся, встаем. Это хорошо для здоровья. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя, Господь, людей Твоих, Господь, которых, как зерно Твое, Ты сеешь в эту землю, в этом народе, для того, чтобы распространять благоухание Христова. В имени Иисуса Христа, как церковь Твоя, мы молим Тебя, Боже, отец, Твое помазание для того, чтобы они могли приобретать умения, навыки, знания, отец, мудрость от Тебя во имя Иисуса. Мы молим Тебя, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Да, Господь. Да, Господь. Сойди на них. Аллилуйя. Сойди на них, Боже. Как эта земля, Господь, которая зовет к Тебе. Аллилуйя, Боже, зайди на них. Аллилуйя. Пусть каждый из них добудет этой плодородной почвой. Аллилуйя, Боже, которая приносит плод Тебе в 30, 60 и 100 град. Мы благословляем их, Дух премудрости и откровений, Дух расума и завета. Во имя Иисуса. Сойди на них. Аллилуйя, Боже, спасибо Тебе. Спасибо. Мы доверяем их в Твои драгоценные руки. И пусть это начало, Боже, да будет, Господь, наполнено силой, радостью. И чтобы они могли дойти до конца. Чтобы они могли совершать этот путь до конца. Мы молим помощь Твою, Боже, силой Твоей, чтобы они могли дойти до конца. Во имя Иисуса мы молимся из церкови, где скажет Аминь. Тебе благословенны. Вау. Иисус Господь. Бог добрый. У любителей кто-то забыл сказать о своем свидетельстве и хочешь выходить сейчас, пожалуйста, можешь выходить прямо сейчас. Если ты забыл, ой, я вспомнил, у меня есть свидетельство. Кто-то вспомнил? Понимаешь, что ты не можешь идти домой спокойно, если ты не скажешь, что Бог для тебя сделал в течение этой недели. Есть такой человек? Добрый. Пока ты подумаешь. Есть такой человек, который понимает, что Бог для него особо это сделал в течение этой недели. И ты им не вышел. О, спасибо. Спасибо. Просто не знаю, с чего начать. Меня вчера не было на подростковом. Я со своей командой JC Dance ездила выступать в Палац культуры Орбита. Нас пригласили. Я не сильно хотела ехать выступать, на самом деле, но решилась. И я утром поехала к одной девочке, она мне делала макияж. Я очень сильно переживала за свою команду, потому что они еще никогда так не ездили далеко выступать. На самом деле, для меня это был такой большой опыт, а для них еще особенно. Я очень переживала. И я говорю, Лиля, она ходит в другую церковь. Я говорю, давай мы с тобой помолимся. Она спорта на меня посмотрела, а она меня красит, а другая девочка меня заплетает. Она говорит, ну хорошо, давай. Она говорит, Женя, только ты начинаешь. Я говорю, хорошо. И мы с ней молились, но довольно-таки долго, потому что нам звонят, а мы уже опаздываем. А мы договорились на Украине встретиться в полвторого, чтобы еще успеть порепетировать. И мы приехали уже, все было в принципе хорошо. Мы выступали 135-е, было 200 мест, и мы заняли второе место. Мы вообще, я очень сильно переживала, потому что не хотелось просто подвести девочек в свою команду. И я очень благодарна Богу за то, что вот Он дал нам возможность выступить хотя бы. Но мы не знали, что мы займем второе место с 200 мест. Но это было очень крутое время. Вот несмотря на то, что там уже и родители звонили, там переживали и все такое. Но, Боже, спасибо. Просто спасибо тебе за то, что ты дал вот такую большую нам возможность. Спасибо. Слава Богу. Вау. Спасибо Господу, да, за свидетельство, которое... А мы можем видеть Божью руку в ремонте дорог. Это Божья рука, вы знаете. Это Божья рука, когда дороги ремонтируются. Это знамение из неба. Что-то может измениться в стране по молитвам верующих людей. Аминь? Что-то изменяется. Да, что-то меняется, потому что народ Божий молится, приходят примеры, приходят преображения, реформы осуществляются. Да. Астер напомнил про дороги. Как бы это действительно было чудо. Мы с Леной Леонидовной молились. Я живу на поселке, моя улица называется Балка-Поповка. Это остановка Оранжерина между Южным рынком и кинотеатром «Космос». И вот дорога вниз, мимо нас, проходит на кладбище Тарамайское. Ну вообще, Богом забытый район, будем говорить. И представляете, в том году приехали машины. Они сняли где-то больше метра слой земли. Все это вывезли. Потом щебенкой засыпали. И это полностью наш район, этой улицы, где спускаться вниз. Засыпали асфальтом, пусть не с машиной-каталкой, бэушный асфальт, но это вообще действительно такое чудо для этой улицы. Ну это только Божье руководство. Спасибо Богу. Шах со шахом. Сначала асфальт секундхендовский, потом будет лучший асфальт, и потом будет, как на евро, дорогах. В церковь ты веришь? Иисус Господь. Евреян, девянастая глава. Евреян, девянастая глава, из девянастого стиха. Пожалуйста, можно открыть Писание. Евреян, девянастая глава, из девянастого стиха. Итак, укрепите опустившиеся руки, яздобившие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающе не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не видит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горкий корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились ноги, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, садну снед, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он желал наследовать благословение, был отвежим, не мог переменить мистер и отца, хотя и просил о том со слезами. Можем склонить голову и помолимся, пожалуйста. Отец, благодарим Тебя, что Ты Бог, который говорит нам сегодня. Я молю Тебя в этом сегодня день, пролить Твой свет, чтобы мы могли ходить Господь пред Твоим лицом, исполнять Твою волю, не просто быть слушателями забывшими, но людьми, Господь, которые слушают и исполняют то, что Ты ожидаешь от нас. Благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы поговорим о чистоте в себе отношения. Я прошу, чтобы молодежь и не очень... Срозная молодежь, давайте скажем. Срозная молодежь была неисходительной ко мне, потому что я буду особенным образом говорить к младшей молодежи. И я думаю, что вы все-таки возьмете какое-то разумное все равно, безусловно. Но я хочу сегодня использовать эту дату, связанную с тем, что недавно праздновалось по всему миру, праздник любви, отношений, дружбы. И порой у меня спрашивают, пастор, а почему ты не говоришь об этом, почему ты не говоришь о том, о новоскресных ислужениях? Вот сегодня я беру эту возможность говорить о всем отношениях. Именно о чистоте в всем отношениях. И позвольте мне сказать о том, что, как в любое поле, сердце человека, оно может принимать либо доброе, либо злое. Если у тебя есть огород, ты уже убедился о том, что всякая гадость растет без всякого ухода. Не нужно ухаживать со сорняков, они тут, как тут есть. Тебе нужно ухаживать и заботиться о драгоценном зерне, о том, что принесет добрый плод для тебя. Таким же образом жизни. Для того, чтобы вылезло плохое, не нужно особенных усилий прилагать. Оно видит, оно вылезет. Я был очень благословлен общением и после вчера, и вчера. И вы знаете, один из моментов, который меня очень сильно казнулось в молодежной встрече, которая была в пьянице вечером, в том, что на самом деле есть атмосфера, которую Бог дает церкови. Это атмосфера простоты и свободы и открытости. И я верю, что это то, что церковь призвана хранить и дорожить. Аминь. Но я хочу тебе сказать, брат и сестра, что, безусловно, если что-то хорошее происходит, если что-то доброе происходит, это потому, что кто-то потрудился, чтобы это было так. Аминь. Была команда молодежи, которые, я знаю, что они очень сильно репетировали, трудились допоздна, здесь украшали, чтобы была и духовная подготовка, и видимая подготовка для людей, которые придут. То есть все то, что красиво, и все то, что приносит жизнь, все то, что прекрасно, является плодом чего-то труда. Аминь. Кто-то потрудился, кто-то вложил в сердце, кто-то вложил в душу, и потом люди говорят, вау, это получилось красиво, вау, это было прекрасно, это мне понравилось, это приятно. Аминь. Помни, брат и сестра, что наш Бог достоин самого лучшего. Аминь. Он не Бог невежества, а Он есть Бог красоты. Все Он сделал прекрасно. Аминь. И давайте с этим принципом, давайте жить, и давайте служить. Бог, я буду делать это на лучшем образе. Как? Как я могу, я буду учиться еще, чтобы я мог это делать лучше. Аминь. Помните, путь совершенства, да, достигайте совершенства, будьте совершенны. Да, это требование Нового Завета. Совершенство, это не грех. Ищите совершенство. Невежество, это противоположное совершенство. Когда меня это не интересует, когда меня это не задевает, когда я вижу бумагу на полу, когда я вижу беспорядок, это меня не задевает, это неправильно. Господь, я хочу, чтобы ты был красивый и хорошо. Аминь. Вау. Спасибо, Господь. Здесь мы читали место из Писания о Исаве. Вот это первый человек, которым я хотел бы сегодня казнуться, потому что история Исава, она особенная в плане того, что этот человек был перворожденным патриархом Якова. Кто помнит, да? Яков. Яков родил, извините, пожалуйста, я уже путался, Исака. Исака. Да? Перворожденным Исака. И вы знаете, это человек, который имел право на двойное наследие. Само право первородства давало ему право иметь двойное уделие в наследии. Особенное благословение духовное и особенное благословение материальное. Что я скажу-то больше. Он имел право, что Христос по плоти пришел через его крови, через его потомков. Это было духовное благословение, но, увы, так не было. Увы, так не было. Христос по плоти не приходит через Исава, а приходит через Якова, через его брата. Почему? И что-то случилось? Мы читаем историю, как это все случилось, и мы видим, что один день Исав был очень голодным. Он очень голодный пришел после того, что он охотился, и он таким был голодным, что он был готов отдать первородство, его благословение младшему брату ради немножечко пищи. Да? Ради чечевичной похлебки. Да? То есть, это была радость, которая удовлетворяла определенный аппетит на короткие минуты. Да? Когда ты голодный, ты ешь, ты поддовольствовался, но ты сыты сколько? Полчаса, часик. И после этого снова что-то тебе хочется. То есть, это удовлетворение, которое временное, которое приносит определенную рано, сиюминутное. Но ты не думаешь о том, что будет происходить завтра, или через год, или через два года. И мы видим, что тот день он продал свое первородство брату Якову. И он продал его. Он говорил, зачем мне нужно это, когда я умираю от голода? Я продаю, дай мне поесть сейчас быстренько. Может быть, даже он не витер рот, он даже не сказал спасибо. Мы не читаем в Писании, что мы сказали спасибо. Ну, он ушел, и как будто ничего не бывало. И здесь есть очень важный момент, когда верующий человек отвергает осознанно благословение, которое Бог дает ему как сына, потому что мы сегодня в церкви первенцев. Аллилуйя. Вы знаете, что мы в церкви первенцев? Можете прочитать дома позже, в этой же голове, девяностое главе, что мы в церкви первенцев. То есть, в каждом из нас есть особенное благословение Божие. На каждом верующем человеке есть особенное Божие благословение, которого не призваны дорожить, не променять, ценить, дорожить, не променять. Аллилуйя. Аминь. Он отверг духовное, вечное благословение, то, что принадлежало ему, и он поменял это духовное благословение на сиюминутную радость и удовлетворение. Это несправедливо. Это несовместимо. Но представьте, что кто-то скажет, я променяю последний модель Мерседеса 19-го года выпуска на Сапоросе 40-го года. В 60-й год Сапоросе. Он уже не едет, жавчина, все начинает оттуда отпадать. Человек не понимает, но как? Это несовместимые вещи, это стоит миллионы, а это стоит копейки. Как? Где справедливость? Бог добрый Бог. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели один пример. Мне нужно помощь пяти человек. Пожалуйста, патросков, пять человек, очень быстро. Девушки или парни, нет вопросов. Да. Вы знаете, что церковь это Божий сад, да? Вы знаете об этом? Что церковь это Божий сад, Божье строение, Божье ниво. И Господь, он, когда он сеет слово свое, он сеет слово чистое. Можете немного, маленькое расстояние друг от друга. Да. Чак вперед, пожалуйста. Да, спасибо всем. Да, спасибо большое. И он сеет, сеет в его сад драгоценную семью в жизни каждого веровавшего. Аминь? Он сеет дорогой, он сеет чистой, и он ожидает драгоценный урожай. Но есть слово, которое мы читали, горький корень. Горький корень это то, что может испортить Божий сад. Горький корень, сорняк, амброзия, который нехороший, который может повреждать. Помните притча сеятеля? Кто помнит притча сеятеля? Это семья дорогой падает среди терновников. Да? Падает и написано, что эти терновники подавляют ее. Подавляют ее. Сейчас без, это не терновник, просто мне поможет чуть-чуть. Он тоже хорошее семья, просто это постановка. Немного ручка. смотрите, это как горький корень, как сейчас. То есть это как горький корень, который питается, сеят какие-то мысли. Давайте сейчас я хочу ограничивать, ограничивать слово мысли, желания. Какие там нечистые желания, нечистые мысли, нечистые, вы знаете, похотливее желания, которые приходят к каждому человеку без исключения. Спасибо. Спасибо. К каждому человеку приходят определенные мысли, которые он понимает. Почему такие мысли приходят? Отчего такие мысли нехорошие приходят? Вы знаете, что в языке информации каждая мысль имеет определенный вес? Вы знаете об этом? Тилобит, мегабит, да? Эта информация имеет определенный вес. И это горький корень, спасибо снова, этот горький корень имеет задачу сеять определенные мысли, пока эта масса информации будет критической до момента, пока эта мысль не становится действием. И со мною? Когда этот горький корень набирает мысль 20 киловатт, и такая мысль весит только 20 киловатт, ничего, киловит, извините, ничего не делает, он ничего не повреждает, он ничего не повреждает, но когда он начинает набирать массу, становится 1 мегавитт, 1 гига, этот человек уже хочет это совершать, потому что есть определенное накопление информации и желания, ты об этом начинаешь думать постоянно, твой разум начинает повреждаться, и после того, как эта масса аккумулировалась и скорее всего человек совершит поступок. Спасибо большое, можете идти. Спасибо. Пастор, подождите, но есть действия, которые необязательно, чтобы набиралась определенную массу, допустим, чистить зубы, или кушать каждое утро, или каждый день. Да, есть такие, это называются привычки. Привычки, оно уже произвольно, почему? Потому что оно вложено уже в твоих мозгах. Им не нужно. Это вложено в твои уровни физиологической потребности. Покушать, поесть, поспать. Не нужно, чтобы эта масса аккумулировалась, потому что это твоя потребность. Но есть действия в твоей жизни, которые ты только совершишь после того, как ты аккумулируешь эту массу в твоих мыслях. Допустим, любить человека, которого ты не любишь. Прощать человека, которого я сделал для тебя очень больно. Это непросто. Тебе нужно аккумулировать информацию, откровение Божьего слова в тебе. Тебе нужно аккумулировать эту информацию, пока не достигнет этой критической массы, когда ты можешь сказать, да, сегодня мое сердце расширено к этому человеку, которого раньше было очень трудно вмешать. Сегодня я могу вмешать, потому что я поработал над этим. Аминь? Было бремя дьяволское на твоей жизни. Было бремя дьяволское, ты понимаешь, этот дьявол разрушал мою жизнь. Это его, который дьявол наложил на меня. Это определенная фобия, это определенная мания, это определенные фантазии в твоих мозгах, которые тебе стыдно. Почему эти мысли, какие фантастические такие мысли приходят в мою голову? Почему так? Дьявол наложил на тебя определенное бремя, определенное страдание, определенное мучение, ты понимаешь, Бог, я не могу так дальше. Извините, я хочу сказать прямо, начальники не ложатся со своими секретарщами за один день. Мужчина не сменяет жену за одного дня. Этот человек мыслил об этом задолго до того, как это сделал. Эта масса была аккумулирована задолго до того, как человек это сделал. Понимаете меня? Иисус Господь, скажи твоему соседу, Бог любит тебя. Бог любит тебя. Аллилуйя. Антон, Бог любит тебя. Я рад тебя видеть, брат. Вау. Иисус Господь. Сегодня я тоже хочу дать честь одному человеку, который здесь. это человек, с которым мы начали первую домашнюю группу со своей христианской жизнью. Это были далекие 90-е годы. Я был еще студентом в университете и Господь положил на сердце начинать первую домашнюю группу. И мы начали эту домашнюю с ним. Сегодня с нами врач Руслан Арнольдович. Добрый пожаловать тебе. Это была первая наша домашняя группа на Бородинском. Помню как вчера. Столько вспоминаний. Вау, Иисус Господь. Если у вас есть проблемы с коррой, вы можете обратиться к нему. Это бесплатная реклама. Хороший специалист. Хорошо, добрый. Смотрите, определенные мысли, которые нам нужно накапливать. И дьяволь приходит именно сеять этот горький корень. Потому я прошу тебя сегодня просил Господа горбисит. Горбисит это то, что уничтожает ненужная трава. Боже, дай мне твой небесный горбисит. Все то, что отравляет мой хороший посев, все то, что пытается подавлять мой хороший посев, пожалуйста, убери. Во имя Иисуса я прошу тебя. Аминь. Иисус Господь. Иисус Господь. Когда Иисус сказал, если твой правый глаз соблазняет тебя вверх его, брат и сестра, я имею послушаем невнимательную. Ты можешь убирать глаз у человека, но остается у него воображение. Воображение это невидимый экран. в твоем экране ты можешь представлять, как ты выглядишь, как ты видишь саму, с кого ты видишь саму, с кого ты женишься. То есть, в твоем воображении у тебя сели механизм. И когда Господь говорил, если твое правое око соблазняет тебя, я верю, что именно Он говорил нам, поработай очень хорошо и внимательно на том, что ты позволяешь приходить в твое воображение. Что позволяешь ты приходить в твой глаз? Иисус Господь. Аминь. поработать над этим. Потому что туда будут приходить мысли и желания. Туда будут приходить мысли и желания. Аллилуйя. У меня есть здесь один пример еще. Знаете, слово «оскверняц». «оскверняц» на испанском языке. Дядь, Дядь, или давай, Богдан, помоги мне, пожалуйста. Слово «оскверняц» на испанском языке, как и на английском языке, звучит как слово «contamination». «оскверняц». На русском языке оно немножечко имеет тоже слово «оскверняц», то, что было чистое, сделать нечистым. «оскверняц». То, что было чистое, стало нечистым. Допустим, если в хирургическом отделении должно быть чисто, хирургический сал должен быть чистым, стерильным, и туда попадает какая-то инфекция, какой-то стафилококк, говорят, мы должны закрыть на мойку, потому что это опасно для жизни, оно осквернено. Мы не можем там ничего делать. Бог сначала поработает в твоем сердце и затем начинает работать через тебя. Помни это? Бог работает с твоим сердцем, а потом начинает Бог работать через тебя. Смотрите, здесь у нас молоко. Полупост, полупустой или полуполный, полупостой или полуполный, мир с оптимистом, это полуполный. Я люблю молоко. Смотрите, оно хорошее молоко. Оно чистое. Представьте, что это стопроцентное молоко. Слово осквернят обозначает, осквернят обозначает стопроцентное чистое, чем-то разбавить. Послушайте, то, что я сделал, в больном смысле обозначает я сквернил то молоко. Я сквернил его. Я его сделал уже нечистим. Эти мысли, которые дает нам дьявол, чистое словесное молоко Божьего Слова. Его Слово приносит в наш разу определенные мысли и желания и стремления. Если Божье Слово не производит внутри нас преображение, брат, сестра, что-то не то в нас. Слово Божье производит в нас хотение и действие. Слово Божье меняет меня. Аминь. есть проповедник, который практикует, проповедует одну и тот же проповедь одно воскресенье, второе воскресенье, третье воскресенье. И люди задают вопрос, пастор, вы тоже проповедь уже третье воскресенье, говорите. проповедник. отвечает, а я жду, пока вы начинаете делать то, что я говорю. Пока еще не делайте. А кто помнит проповедь два воскресенья, тому назад, общество служения, кто помнит? О чем мы говорили на экране? Крест, спасибо, да? Да? Сила креста. Запомните, о чем мы говорили в прошлое воскресенье? Радость, вау, помазание, радость, присутствие, радость, аллилуйя, слюрит богу, радость, помните, да? Найти причину, почему радоваться, почему восхищаться Богом. Это слово, которое прививает в нас, раз я размышляю, помни, брат, сестра, мы овечки Божьи, овечка, я так люблю помнить эту историю, когда я был маленьким, я приходил на ферму моего дедушку, это было в 6 часов вечера, солнце уже склонялся, горе, это было такое прекрасное вид, и в это время овечки приходили из поля, и они садятся на четвереньких, все вместе, запах овечи, и в это время все они дружно делают одно и то же движение. Они жуют одно и то же движение, неустанно, неустанно, не овечки, Божьи, обозначает, мы получаем не слово, мы получаем пищу, а вечером, не он, в супермаркете, в транспорте, идя пешком, я размышляю над словом Божиим, Божий, что ты хочешь мне сказать через это слово, пусть это слово укореняется в меня, пусть это слово меняет меня, аминь, аллилуйя, спасибо большое, Богдан, осквернят, вот, хорошо, спасибо большое, вау, иногда люди в своем невежестве или в своем желании оправдать поступки, они говорят, ну, пастор, но мы же любим друг друга, малую девушку, молодая, молодой парень, молодая девушка, мы же любим друг друга, но зачем их ждать, как мы все равно любим, и, вы знаете, дьявол, он специалист в обманах, вы знаете, братья и сестры, дьявол, он специалист, обманщик, он искусный оболститель, он искусный обманщик, и если девушка и парень остались в одном помещении, никто не видит, никто не замечает, увы, в это время начинаются очень сильные мысли и желания, пастор, пастор, кто это знает, не знаю, хорошо, это неспроста, что мы советуем, и мы говорим во всем отношениях между парнем и девушкой, мы говорим об этом с церквой, мы говорим об этом братьям и сестрам, не разрешайте себе, не позвольте себе быть в одном сокрытом помещении с человеком противоположного пола, не позволяйте этого себе, если это нужно, приоткройте дверь, чтобы любой человек мог заходить, но не позволяйте себе быть в одиночку с человеком противоположного пола в сокрытом помещении, это мудро, это мудро, вам не нужно повторять историю Исаула, И в это время дьявол начинает приходить и начинает говорить, но мы же любим друг друга, но Бог же есть любовь, и значит, если Бог есть любовь, отчего мы должны ждать? Но Бог же есть любовь, Бог любит тебя, ну да, Бог любит меня, ну да, чего тогда ждать? Это то, что там церковь, то, что там пастор учит, это было тогда, сейчас 21 век, Бог всех любит, всех прощает, всех прощает, Он все равно нас простит. Здесь ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай, в это время, когда дьявол начинает говорить еще громче, громче, помните, вы должны научиться быть спринтерами, спринтер, знаете, это, это для меня один из моих любимых моментов во время Олимпийских игр, гонка 100 метров, это одно из моих любимых, человек 9 секунд, 9 с чем-то имеет, еще не побили рекорд, какой рекорд 100 метровый, никто не помнит, 9, 9,6, вы знаете, у него есть 9,6 секунд, я уже говорю 9,6 секунд, сказал три предложения, уже прошли 9,6 секунду, этот человек имеет 9,6 секунд, чтобы пройти, побежать 100 метров, он готовится годами, чтобы со 9,6 секунд показать наилучший результат, а Павел говорит, бегайте, чего, блюда, скажи твоему соседу, бегайте, блюда, бегайте, блюда, да, да, скажите, это слово Божие, это слово Божие, первая Коринфина, 6 глава, 18-19 стих, первая Коринфина, 6 глава, 18-19 стих, первая Коринфина, 6 глава, 18-19 стих, бегайте, блюда, всякий грех, какой делай человек, есть вне тела, а блюд не грешит против собственного тела, 19 стих, не знайте лишь, что тела ваше, смотрите, о чем идет речь о вашем теле, не о вашем духе, не о вашей душе, о вашем теле, тело ваше суд, храм живущего в вас, Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, аминь, значит, вы должны быть найлучшими спринтерами в деле блюда, бегайте, блюда, бежите, что есть сил, аминь, лучшим этот болт, я бегу, потому что Божье Слово так меня учит, аминь, это для моего блага, это на мое счастье, для моего счастья, Иосифа знал этот принцип, Иосифа знал этот принцип, он побежал от жени потифара, сколько людей сегодня пытаются строить карьеру, жизнь, через незаконные отношения, имея запасное колесо, любовник, любовница, ну, так будет мне лучше жить, этот человек стоит на ногах, он обеспечен, ну, ничего страшного, сколько людей пытаются строить счастье на беззаконии, но брат, сестра, так не работает, в принципе, Божье, ты не посмеешься над ними, над принципами Божьими невозможно посмеяться, потому, давайте строить чисто, давайте строить, как должно, аминь, вам не понравилось, аминь, Иисус Господь, аллилуйя, Пожалуйста, откроем 1 Фессалоникистан, 4 глава, 3, из 3 по 7 стих, 1 Фессалоникистан, 1 Фессалоникистан, 4 глава, из 3 по 7 стих, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блюда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как и ясичники, не знающие Бога». Аминь. Бог говорит о двух видах людей, ясичники и дети Божьи. Ясичники – люди, которые не знают Бога, которые не имеют откровения об Иисусе Христе. Они не знают, кто такой Иисус Христос. Аминь. Дети Божьи – люди, которые имеют откровения об Иисусе Христе. И кто Он такой для них? Спаситель и Господь. Аминь. Два рода людей. Два рода людей. Это не одно и то же. Это два рода людей. Изначально для того, чтобы человеку слепому, глухому и слышали Слово Божие, нужно чудо, и чтобы открылись уши и глаза. Иначе ты можешь кричать Ему, ты можешь проповедовать Ему, он ничего не видит и не понимает. Ты говоришь Ему, так не должно делать, ты заболеешь. Вот сифилис, вот спит, вот человеку ничего, ничего не слышит, не видит. он грешит без тормозов. Но нужно чудо воскресения. Открываются глаза, открываются уши. Человек начинает видеть и принимать то, что Божие. Духа Святой начинает его обличать. Там не должно быть. Дорогая дочка, ты не веш, ты не дешевая тряпка, тебе не должно идти по рукам, тебе не должно отдавать себя кому попало. Я хочу, чтобы ты была счастлива в завете с одним мужчиной. мальчик не трат своей силы на то, что не приносит счастье в жизни. Потому что ты ломаешь чью-то судьбу, чью-то жизнь с тобою так же поступят. То, что сейшь, то и пожмешь. Остановись и будешь счастливым с одной девушкой, которой я хочу тебе дать в свое время. Я верю в счастье, которое есть с одним человеком на всю жизнь. Аллилуйя. Это с мужем или с женой. Иисус Господь. Бог приготовил одного человека на всю, на всей жизни. Аминь. Порой у людей садят вопрос. Вы знаете, оно не популярно, об этом не пишут в новостях, в телевизоре. Что такое блюд, пастор? Хочу просто народное сказать. Блюд это, когда ты берешь то, что тебе не принадлежит. Когда ты позволяешь себе иметь сексуальные отношения с человеком, который тебе не муж и не жена. Это блюд. А когда ты женат или сам уже, и ты позволяешь иметь любовник или любовницу, это называется прелюбодеяние. это уже не воровство, а это называется предательство. Потому что ты наручил завет брачный. И то, и то мерзость перед Богом. И то, и то нечистота, и то, и то осквернение. Блюдников и прелюбодеев судит. Интересная, интересный файл у Бога. Блюдников и прелюбодеев. Вот это отдельный ящик для них. Отдельный файл. Почему они согрешили против собственного тела? Они брали то, что не им принадлежало, они нарушили завет, они нарушили обещание. Иисус Господь. Хочу маленькую паузу. Я слышал такое слово, что невозможно предотвратить измену. Позволю, я категорически не согласен. Измену можно и нужно предотвратить. Как предотвратить? Пастор, как предотвратить измену? Постройте крепости вокруг вашего духа. Первая линия фронта, вторая линия фронта, третья линия фронта, когда придет день слой, у тебя есть готовые крепости против врага, против этих горьких корней, которые будут питаться, сеять нужное количество информации, картинок, желания. вот, он уже готов, вот, оно уже готово. А в это время ты говоришь, нет, яу, нет, у меня есть пламп божьей для моей жизни. У меня есть любовь к Богу, у меня есть завета с Богом, у меня есть завета с моим мужем, у меня есть завета с моей женою, как я могу себе позволить это? Иисус Господь. Но, Иосиф, давай, у тебя такое блестящее будущее ждет, ты будешь любимчиком, ты будешь первым в доме Порт-Потифара со всеми льготами. Зачем пропускать такую возможность продвижения, тебя обязательно продвинут, только сделай этот шаг, твоя зарплата подрастет в два раза, только согласись, ты поступишь в университет, только согласись, ты станешь этим человеком. Нет, нет, еще раз нет, есть принципы, которые благословлят тебя, когда ты будешь их хранить. И один из них страх Божий. Скажи со мною, страх Божий. Страх Божий. Аллилуйя. Иосиф, почему ты этого не сделал? Я Бога боюсь. Я Бога боюсь. Я мию, страх Божий. Я знаю, что сайта Бобу судит. Я знаю, что сайта Бобу судит. Это зло перед очами Божьими. Аминь. Смотрите, два категории людей, и что их отличает? Написано, чтобы каждый из вас сумел соблюдать свой сосуд святости и чести. И знание, как соблюдать себя, как строить эти крепости, как строить этот крепости. У нас есть знание, у нас есть понимание. Это есть воля Божия у нас, наше освещение, что мы не оскорнялись, что мы воздерживались от блуда. И чтобы каждый из нас знал, как соблюдать свой сосуд в чистоте. Один практический момент, как соблюдать свой сосуд в чистоте, хочу напомнить, не позволить себя быть в закрытом помещении с человеком противоположного пола. Это один практический совет. Второй совет. Твои гормоны бьют кала-кала. Тестостерон очень мощный гормон. Что делает пастор? Я тоже был молодым человеком, у нас тоже были братья. Что мы делали? Мы молились вместе, когда будет трудно, совы, будем молиться вместе допоздна. Будем совершить ночные молитвы. Будем гулять, будем бегать. Тестостерон Продолжение следует...